Приветствую всех! Как мы приводим доводы и подтверждения в наших фильмах, которые мы делаем, так на сегодняшний день я выбрал очередное доказательство. Это число звезд во Вселенной. Как мы знаем, Тора дана нам была в письменном и устном виде. Устная Тора заключена в Гемора в Вавилонском Талмуде, а в главе Геморы Брахот, глава благословений, страница 32, указывает нам о числе звезд во Вселенной. Теперь вспомните, Гемора была написана около 2000 лет назад, но информация была получена 3320 лет назад. Для тех, кто не знает, 400 лет назад весь мир был уверен на 100%, что есть примерно от 6 до 8 тысяч звезд во Вселенной. Каким образом? У нас не было телескопов. Люди стояли на горах и считали, сколько звезд. Это было где-то между 6 и 8 тысячами звезд. В 1608 году Галилео Галилей поднял свой телескоп, который был 6 футов в ширину, и обнаружил, что есть гораздо больше, чем 8 тысяч звезд. Многие другие галактики, которые мы никогда не видели до сих пор. Мир понял, что евреи говорили все это время, что есть еще много звезд, которых мы не могли видеть. Они были правы. Это очень интересно. Гемора говорит, что у народа Израиля был вопрос к Богу. О Боже! Человек повторно женится, и он до сих пор помнит свою бывшую жену. Вы не можете забыть, что когда-то вы были в браке с девушкой. И ты, хотя и сердишься на нас за наши грехи, которые мы сделали, ты забыл нас полностью и оставил нас. Такой был вопрос. Какой был ответ от Бога? Бетти, дочь моя, 12 разделов я создал на небесах. 12 разделов. Это откуда происходит гороскоп? Источником этих 12 знаков в гороскопе является устная Тора. Конечно, 12 разделов я создал на небесах. И в каждом разделе я создал 30 армий. И в каждой армии я создал 30 легионов. И в каждом легионе я создал 30 ратон. В каждом ратон я создал 30 каратон. В каждой каратон я создал 30 гестера. В каждой гестера я поместил 365 тысяч звезд, помноженные на 10 тысяч звезд. И это все я создал для тебя, народ Израиля. У вас есть наглость, чтобы сказать мне, что я забыл о вас. Я оставил вас. Эти слова к геморы на странице 32 из главы Брахот. Краткий расчет дает нам такой результат. 30 помноженное на 12, 30, 30, 30 и еще раз 30 и умножено на 365 тысяч. Добавить еще 4 нуля за 10 тысяч. Рибо это на иврите 10 тысяч. Это дает 10 в степени 19 звезд. В расчетах, основанных на словах Гемора, которая уже 2000 лет. Не было никаких телескопов, ни спутников, ни НАСА, ни одной из этих технологий, которые мы имеем сегодня. Не так ли? В 1990 году доктор Тебриус из колледжа королевы Марии сделал исследование с помощью мегакомпьютеров и спутников. Вы знаете, спутники снимали галактики. Мегакомпьютеры, которые иногда с размером здания, подсчитали все точки и получилось 10 в степени 19 звезд. В 1990 году он опубликовал свои исследования и показал ту же цифру, 10 в степени 19 звезд. Есть и другие исследования, вы знаете. 10 в степени 21, 10 в степени 23. Меня не интересуют результаты этих исследований. Мы заботимся только об одной вещи, что ученые могут сказать сегодня, и они могут изменить свои результаты через 10 лет или 50. Как я уже сказал, нас это не интересует. Все это основывается на спекуляциях. У них нет точного способа измерить точное количество звезд. Вопрос, который мы должны рассмотреть, кто мог бы написать такую вещь 2000 лет назад? Люди смотрели вверх, и они видели максимум от 6 до 8 тысяч звезд. Никто не мог и мечтать, что существует больше 8 тысяч звезд. Тем более, единица с 18 нулями – такое количество. Никто не мог мечтать о такой вещи. И Тора говорит, дорогой еврей, все это я создал для тебя. Зачем нам нужно так много звезд? Если бы мы имели доллар за каждую звезду, так это было бы здорово. Зачем нам нужны все эти звезды? И ответ на этот вопрос – стих Библии. О чем говорит этот стих? «Поднимите глаза ваши к небесам и удивитесь, кто создал все это, кто? Ваш Небесный Отец, и Он заботится о каждой мелочи, которую вы делаете. Когда вы кладете тефелин утром, когда вы говорите «шма» перед тем, как ложиться спать, когда вы соблюдаете шаббат, когда делаете определенные вещи, которые Тора обязывает вас, и вы слушаете указания Бога, тот же самый Бог, который создал эту удивительную вселенную, Он следит за каждым вашим шагом, который вы делаете, и следит за каждым вашим словом. Почему? Читайте Тору, просвещайте себя. Невежество – это враг для нашей вечности, потому что в соответствии с Торой душа вечна, душа выходит из тела в день смерти. Будут вознаграждения или наказания, в зависимости от того, какие решения мы принимали. Это одно из доказательств, одно из тысячи доказательств. Вывод очень простой. Ни один человек, даже если тысячи людей вместе взятых, даже при соблюдении всех технологий, могли написать две тысячи лет назад о существующем количестве звезд во Вселенной. Никто, никто не мог предположить такую вещь. Тора знала это. И это Тора, которую Бог дал нам, евреям, перед миллионами свидетелей. Давайте не будем забывать об этом. Это священная книга. Пора начать изучать ее, что Бог и хочет от нас. Благодарю всех вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok